Как вы думаете, о чём бы я хотел поговорить? Почему, как вы считаете, я хотел бы послушать вас? Жизнь может поднять под себя даже самого сильного человека. Вы говорили, что будет легко, да? Это было так просто, а? Почему мне страшно? Я добился успеха, и вы знаете, у меня были тяжёлые времена, но я вернулся. Так почему я боюсь? Мы должны понять следующее. Эти понятия были неверно истолкованы и неправильно поняты на разных уровнях. Будь то страх или любовь, гнев, радость. Мы должны понимать, что они происходят не из-за чего-то, они сами по себе. Не то, чтобы вы должны бояться чего-то. Не то, чтобы вы были счастливы или несчастны из-за чего-то. Вы можете просто быть несчастны. Или вы можете просто сидеть здесь в одиночестве и быть очень любящими. Вы можете сидеть здесь и быть в ужасе просто так, потому что человеческий опыт создаётся не извне. Бывает, что у внутреннего опыта есть стимул извне, но вы можете создать его и без внешних стимулов. Да? Все вы эксперты в этом, не так ли? Без всяких внешних стимулов вы можете создать боль, радость, можете создать страдания, гнев, любовь, страх, всё, что захотите. Потому что источник вашего опыта находится внутри вас. Вся проблема в том, что вы не находитесь в нём. Вы должны сидеть там, в седле. Если бы вы оседлали свой опыт, вы бы решали, какой должна быть природа вашего опыта. Сейчас же, поскольку вы ползаете вокруг, что-то происходит случайным образом. Мы находим оправдание. «Я страдаю вот из-за этого парня». Но даже если бы его не было, мы бы нашли кого-то другого. Если бы не было его, мы бы нашли кого-то другого. А если не было бы и того, то придумали бы что-то ещё. Так что всё дело не в чём-то, а в том, что вы не взяли на себя управление своим опытом. Вот и всё. Вам просто нужно оправдание. И мир, конечно, с большим энтузиазмом его вам предоставит. Он предоставит вам много оправданий. Но поверьте, даже если бы вы были одни в пустыне, без единой души вокруг, без какой-либо угрозы для вашей жизни, вы всё равно проходили бы через это. Да или нет? Это и есть основная ошибка в жизни. Вместо того, чтобы исправить себя, я хочу исправить весь мир. Что ж, делайте, что хотите. Но вы не способны полностью исправить даже одного человека в своей жизни. Кто-нибудь, когда-нибудь поступал так, как вы хотели, на сто процентов. Если вы стремитесь к такому стопроцентному успеху, вы можете попробовать только с этим парнем. С кем-то другим у вас ничего не получится. Да или нет? Пробуйте с кем угодно. У вас точно ничего не получится. Только вот этот, единственный, «Кого вы можете сделать на сто процентов таким, как хотите?» Если вы управляете вот этим, так, как хотите, то не идёт и речи о появлении страха, страдания, несчастья и тому подобного. Всё это происходит не из-за различных ситуаций, а из-за состояния, в котором мы находимся. Поскольку мы не сделали никакого вклада вот в эту сущность, прежде всего, мы должны решить, мы человеческие сущности или мы человеческие существа. Разница между существом и сущностью в том, что существо является следствием компульсивных реакций на всё, что его окружает. Таково существо. Быть человеческой сущностью означает, что вы знаете, как существовать, как быть. Если бы вы знали, как быть, вы бы пребывали в блаженстве или сделали бы себя испуганными и несчастными? Каков ваш выбор? Вы должны выбрать, а я благословлю вас прямо сейчас. Определенно. Для себя вы выберете наивысший уровень приятных ощущений. Не так ли? Что вы пожелаете соседу — это спорный вопрос. Но то, что вы хотите для себя, предельно ясно. Наивысший уровень приятности. Почему же не происходит что-то настолько простое? Этого не происходит, потому что вам дали очень сложную машину, но вы даже не удосужились прочитать инструкцию по эксплуатации. Вы хотите управлять ей как попало, наугад. Если с такой сложной машиной вы будете делать что-то наугад, как попало, это причинит много боли. Так что вам страшно не из-за чего-то. Страх — это всего лишь ваша неспособность управлять своими мыслями. Они бегут далеко впереди вас. Страх всегда связан с чем-то, что еще не произошло. Не так ли? Это означает, что вы страдаете от того, чего не существует. Если вы страдаете от того, чего не существует в медицине, для этого есть очень плохое название. Это относится не к какому-то одному человеку. В таком состоянии находится буквально 99% населения. Возможно, в различной степени, но 99% населения находится в таком состоянии. Они страдают от того, чего не существует. Они до сих пор страдают из-за того, что произошло 10 лет назад. Они уже страдают из-за того, что может случиться послезавтра. Того, что случилось 10 лет назад, в данный момент не существует. То, что может случиться послезавтра, в данный момент не существует. Но они страдают из-за того, чего не существует. Просто из-за двух важных способностей. У вас есть две ключевые способности, которые отличают вас от других живых существ. У вас очень яркая память и фантастическое воображение. Эти две способности — лучшее, что у вас есть, но они же являются причиной страданий для большинства людей. Люди страдают из-за своей памяти и из-за своего воображения. Это величайшие инструменты, которые у вас есть. То, что должно было привести вас к невероятному благополучию, когда я говорю «благополучие». Вы знаете Чарльза Дарвина? Он сказал, что все вы были обезьянами. Не я сказал — он. Все вы были обезьянами, а потом стали людьми. По сути, вы являетесь вершиной эволюции на этой планете. Вы согласны со мной? Или нет? Если вы являетесь вершиной эволюции, это значит, что у вас высочайший уровень способностей. У человека так много возможностей, потому что его жизнь не определена в отличие от других существ. Когда я говорю «не определена, как у других существ», я имею в виду, что для всех других существ природа начертила две линии, в пределах которых они живут и умирают. Причина, по которой жизнь животных кажется намного проще и лучше, в том, что у них нет возможностей. Люди страдают от своих возможностей. Если вы уничтожите возможности, у вас тоже все будет хорошо. Если хотите, мы можем удалить часть вашего мозга. Вы станете очень умиротворенными. Вам будут неведомы страх, страдания, тревога — все это вам будет неведомо. Да. Все, что нужно сделать — это убрать возможности. Вместе с возможностями исчезнут и проблемы. Сейчас проблема заключается в фантастических возможностях, заложенных в нас. Чтобы уничтожить возможности, можно либо удалить ваш мозг, либо утопить его в виски. Оба способа сработают. Если уничтожить способности, то вы будете в порядке. Проблема заключается только в том, что когда вам дается что-то настолько сложное, вы должны потратить определенное количество времени на то, чтобы понять природу того механизма, который используете. Посмотрите. Операторы снимают нас на камеры. Камера — это не космический корабль. Это относительно простое устройство. Но без сомнения, эти ребята потратили годы, чтобы максимально изучить его. Любой из вас мог бы взять камеру и попробовать снимать, но что бы из этого получилось? Только взгляните. Такая простая вещь — камера. Да или нет? А кто-то посвятил этому всю свою жизнь. Чем лучше они ее знают, тем лучше они ее используют. Да? Разве с этим? Не то же самое. Чем лучше вы это знаете, тем лучше используете. Не так ли? Если вы знаете вот это по-настоящему хорошо, вас назовут просветленным. Веселом, простая вещь, мама. Чем лучше выгуете помочь. Удив�. Удив�.